Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Продолжать развитие территорий. Исполняющий обязанности главы города Иван Носков оценил благоустройство парков, которые преобразились по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сколько человек погибло в ДТП на дорогах Самары с начала года? Какие меры предпринимают, чтобы снизить аварийность? О тревожных показателях и профилактике травматизма рассказал начальник госавтоинспекции Самары Сергей Шепелев. В столицу региона доставят чудотворную икону умягчения злых сердец, где можно будет к ней приложиться и о чем просят этот образ православные. Россия единством крепка в Самарском дворце ветеранов прошел концерт, посвященный Дню народного единства. Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал о развитии спорта в Самарской области. Футбольный клуб «Крылья Советов» по-прежнему будут поддерживать и создавать все необходимые условия, чтобы команда могла бороться за высокие места в РПЛ. По словам губернатора, объем бюджетных средств снизится, но увеличится объем спонсорской поддержки. До начала следующего сезона у «Крыльев» появится новый крупный партнер. Сейчас в «Крыльях» проходит масштабная ревизия финансово-экономической деятельности. Меняются подходы работы клуба по ряду направлений, в том числе спортивного блока. Изменится трансферная политика. Во главе угла будут интересы клуба, а не агентов или отдельных лиц. Напомним, ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о том, что бюджетные средства в регионе будут перераспределять с профессиональных спортивных клубов в пользу массового спорта. Исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков совершил объезд благоустроенных территорий. Он посетил Ерик-парк и парк молодежный. Вместе с главами районов и профильных ведомств обсудили вопросы соблюдения порядка, экологической безопасности и перспективы дальнейшего развития. Подробности в нашем сюжете. Очень красивое место. Хорошая задумка. Надо однозначно урегулировать вопрос с водопользованием, проговаривать с собственниками, кто живет на противоположной стороне, чтобы они приводили свою часть в порядок. Но еще есть достаточно много таких вопросов, которые требуют просто урегулирования, взаимодействия. Я думаю, что в ближайшее время мы все это решим. Также Иван Носков посетил парк молодежный. Его тоже благоустраивали в несколько этапов. Сейчас разрабатывается проект очередного этапа преобразований. Из-за вопросов безопасности в проект включат замену ограждений. Ранее в адрес исполняющего обязанности главы города уже поступали предложения от жителей и общественников, чтобы была сохранена возможность пользоваться привычными дорожками. Дополнительные входные группы обустроят при реализации проекта. Важно, как реагируют люди, что они делают, дают свои предложения, абсолютно разумные. Я не вижу здесь никакого противоречия. С коллегами мы поговорили, все это решаемо. Я думаю, что сейчас небольшие коррективы в проект несутся, и в перспективе это нужно будет сделать. Обсудили на месте и вопросы обеспечения безопасности в самом парке. Для этого сотрудникам полиции будут помогать общественно-добровольные группы. Инициативная группа проводит обучение желающих. Они проходят инструктажи, сдают тесты, с ними отрабатывают потенциально опасные ситуации. После чего дружинники получают разрешение на патрулирование территории. Это абсолютно важная деятельность, потому что даже если ничего не происходит, у граждан, у мамочек, которые гуляют в этом парке, становится спокойнее при виде людей, которые занимаются охраной порядка. Также в рамках следующего этапа благоустройства в парке планируется обустроить и спортивную площадку. Она разместится в части, которая находится недалеко от пересечения улиц Воронежской и Ставропольской. Ее разместят так, чтобы возможный шум от занимающихся спортом не мешал и жителям близлежащих домов. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Валерий Майоров. События. С ноября справку для подтверждения статуса участника СВО можно оформить в МФЦ или на госуслугах. Помимо самого военнослужащего оформить и получить справку, и все полагающиеся меры социальной поддержки смогут и члены его семьи. Также с ноября определен единый образец документа, подтверждающего статус участника спецоперации. Напомним, в Самарской области по решению губернатора Вячеслава Федорищева увеличена сумма единовременной выплаты при заключении контракта до 2 миллионов рублей. За год можно заработать 4,5 миллиона. Новобранцам и их семьям предоставляют более 30 мер соцподдержки. Также увеличена до 100 тысяч рублей сумма выплат за содействие в проведении агитаций и помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или пункт отбора для заключения воинского контракта. Подать заявку на прохождение службы по контракту можно в военном комиссариате или в районной администрации по месту жительства. Повышена выплата единовременная до 2 миллионов рублей. Появилась такая еще возможность поощрять волонтеров или рекрутов, которые приводят граждан, призывают граждан и оповещают, что возможности заключить по контрактам, поясняют все. У нас на каждого гражданина, который заключил контракт, на его семью заводятся социальные паспорта. Мы сопровождаем семью, мы решаем вопросы бытового характера, вопросы образовательного характера, сопровождаем семью. Это чувствуют родные, близкие и наши защитники, которые заключают контракт. Поэтому есть определенный такой спрос, потребность на то, чтобы заключить контракт и быть защитником своего отечества. Мы будем опекать семью, мы на защите семьи, когда наш защитник уходит защищать нашу страну на передовую. В Самаре за 9 месяцев года произошло 112 ДТП с участием детей. В них пострадали 114 несовершеннолетних, двое погибли. По статистике число случаев детского травматизма увеличивается, когда дети предоставлены сами себе. Особенно это актуально в дни школьных каникул. О тревожных показателях и профилактике детского травматизма рассказал начальник госавтоинспекции Самары Сергей Шепелев. Тему продолжит Светлана Кудрявцева. В Самаре с начала года снизилось общее число дорожно-транспортных происшествий и количество пострадавших в ДТП. Однако число погибших, напротив, увеличилось. Рост смертности составил 50% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Здесь по каждому ДТП у нас проводится проверка, в которой выясняются все обстоятельства у нас произошедшего ДТП, в котором погибли, к сожалению, люди. И ситуации у нас бывают различные. То есть, если мы берем, например, наезды на пешеходов, то они у нас происходят в тех местах, где мы просто не можем даже предусмотреть и предугадать, что они могут там люди находиться. Например, несколько случаев у нас было, когда люди, взрослые люди, просто выходили на проезжую часть московского шоссе, 7-полосную, и просто начинали двигаться, переходить через нее. К сожалению, люди погибали. Вот. Иногда на месте, даже транспортные происшествия, иногда в больницах. За 9 месяцев года на дорогах Самары зарегистрировали 112 ДТП с участием детей. В них пострадали 114 несовершеннолетних. 37 в этот момент находились без сопровождения взрослых. Двое детей погибли под колесами автомобилей. Дети у нас были все из благополучных семей. Но на тот момент, когда они попали в дорожное происшествие, они находились без сопровождения взрослых. Если мы возьмем, например, обстоятельства, это дети были все пешеходами. То есть возраст, например, мальчик у нас погиб, ему было 13 лет. Во втором случае у нас девочка погибла, также под колесами машинам. Ей было 8 лет. То есть это было все в августе месяце, когда вот у нас начался подготовительный период, так называемый, к началу нового учебного года. И, соответственно, детишки, когда вернулись с пионерских лагерей, приехали от бабушек, дедушек, из загорода, где интенсивность движения у нас в разы меньше, а то вообще отсутствует движение транспортных средств. Чаще всего, по данным правоохранителей, в ДТП попадают дети в возрасте от 11 до 15 лет, причем в дневное время. Среди нарушений, которые допускают дети на дороге, переход проезжей части в неустановленном месте, перебегание на красный свет, пересекание дороги на велосипеде. По всем происшествиям ведется проверка. Информация направляется в образовательное учреждение. Сотрудники госавтоинспекции регулярно ведут работу как с детьми в школах, так и с родителями, проводят краш-курсы для ребят и взрослых. 95% школ Самары имеют отряд ЮИД – юных дорожных инспекторов. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей – одно из приоритетных направлений в работе госавтоинспекции. Правоохранители призывают родителей также проводить беседы с детьми и показывать на личном примере, как важно соблюдать правила дорожного движения. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События. Осенью традиционно снижается количество происшествий на воде, но патрулирование акватории «Волги» продолжается. В октябре сотрудники государственной инспекции по маломерным судам организовали 88 проверок. В результате выявили 24 правонарушения. Провели порядка 130 бесед с судоводителями о правилах пользования маломерными судами. Вынесли 24 постановления об административных правонарушениях. Любителям осенней рыбалки МЧС России напоминает, что не следует выходить на водоем в ветреную погоду и в нетрезвом виде, на неисправном плавсредстве. Без спасательных средств нельзя перегружать судно. Важно сообщать родным свой маршрут и примерное время возвращения. С собой нужно брать заряженный мобильный телефон в непромокаемом чехле. В областной столице завершился 9-й Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего. Наука молодых». И объявлены финалисты конкурса научно-исследовательских работ, студентов и аспирантов. Форум объединил ученых с мировым именем и молодых исследователей, которые только начинают свой путь в науке. Подробности расскажем далее. Форум – как одно большое научное путешествие. В Самаре наградили победителей 9-го Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего. Наука молодых». Его уникальность в том, что и ученые с мировым именем, и студенты, и молодые исследователи собираются на одной площадке. Напомним, что в преддверии форума прошел Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. Из трех тысяч конкурсантов в финал вышли 350 участников. Они и представили свои проекты на Всероссийском форуме. Оценивая уровень научных работ, оценивая те проекты, которые были представлены, можно безусловно сказать, что наши студенты, аспиранты работают на самом высоком уровне, на уровне тех работ, которые достойны представления и в диссертационных исследованиях, и в тех грантах, в которых они участвуют, и вообще показывают всю силу российской науки. Участники форума обсудили актуальные проблемы социально-гуманитарных наук, экологии, информационных технологий, инженерии и других сфер. В этом году жюри уделило гораздо больше времени не столько докладам, сколько ответам на вопросы. Это позволило получить более полное представление о том, как студенты и аспиранты ориентируются в теме. Мы увидели, насколько студенты и аспиранты мотивированы, насколько они интересуются не только своей какой-то узкой работой, но они в курсе работ своих коллег, они знают, что делают люди даже на стыке наук, которые непосредственно в этой области не работают, но каким-то образом соприкасаются с ними, взаимодействуют. Это произвело очень хорошее впечатление, то есть мы увидели, что действительно вырастает такая смена мотивированных и компетентных молодых ученых, и это очень приятно. Всего в научном форуме приняли участие более 500 студентов, аспирантов, ученых и представителей бизнес, среды и промышленности. Форум «Наука будущего. Наука молодых» проходил 4 дня в Самарском национальном исследовательском университете имени Королева. Мы предоставили площадку для проведения такого мощного собрания научной общественности России, потому что на форуме были не только молодые ученые, были и опытные эксперты, и их взаимодействие, безусловно, окажет большое конструктивное влияние на развитие всей науки в России, родит много новых междисциплинарных проектов. И, что не менее важно, молодые ученые познакомились друг с другом и долгие-долгие годы в науке будут работать вместе. Одним из важных событий форума стало обсуждение инструментов и мер грантовой поддержки молодых исследователей к появлению новых программ для привлечения молодежи в науку. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События. Далее коротко о других темах дня. С 2026 года максимальный размер больничного составит 207 600 рублей в месяц или 6 800 рублей в день, сообщает Минтруд. На данный момент максимальная сумма больничного в день составляет 4 000 рублей, а в 2025 предельный размер компенсации будет 5 700 рублей. Максимальный размер выплаты определяется с учетом годового заработка россиян, предельной базы для начисления страховых взносов. Чтобы получать пособие в максимальном размере, необходимо, чтобы официальный трудовой стаж был не менее 8 лет, а зарплата была вдвое выше средней по стране. По данным Росстата, в 2024 средний заработок в Российской Федерации порядка 88 000 рублей. Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре выросли на 51% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 168 500 машин. Об этом сообщили в Минпромторге. Совокупные продажи по всем категориям легковым, легким, коммерческим, грузовым и автобусам увеличились на 47% до 199 500 авто. Со вступлением в силу новой шкалы утилизационного сбора с начала октября многие автомобили в России стали активно дорожать. За прошлый месяц сразу 12 марок, официально представленных на нашем рынке, повысили цены на свои модели. Росстандарт ввел новые требования к работе охранников в школах. В случае чрезвычайной ситуации у них должны быть при себе оружие и бронежилет. Служба утвердила поправки в ГОСТ. Изменения вступят в силу с начала 2025 года. Стандарт станет обязательным для государственных организаций, которые нанимают частные охранные предприятия с помощью госзакупок, дополнили в службе. Обновленный ГОСТ должен повысить уровень охраннообразовательных учреждений и обеспечить безопасность учащихся и педагогов. Ученые Самарского университета имени Королёва изготовили малый космический аппарат для исследования плазменной и магнитной оболочек Земли. Знания о состоянии магнитосферы важны, так как она защищает планету от мощных потоков солнечного ветра, жесткого рентгеновского излучения. А информация об ионосфере помогает прогнозировать и преодолевать перебои в работе радиосвязи, повышать точность позиционирования по спутниковым системам навигации и даже предсказывать землетрясения. Спутник уже собрали и установили научную аппаратуру. Аппарат прошел все наземные испытания. Запуск запланирован на начало ноября с космодрома «Восточный». В этом году самарцы планируют потратить на покупки в черную пятницу на 17% больше, чем в прошлом. Об этом сообщил сервис по поиску высокооплачиваемой работы. Согласно опросу, только 10% респондентов считают, что скидки в этот день – честное снижение цен. Большинство, 71% опрошенных, уверены, что это скорее обман. Каждый четвертый опрошенный планирует купить одежду, каждый пятый – бытовую технику и электронику. А 14% – обувь. 7 ноября на площади Куйбышева в Самаре состоится 14-й парад памяти, в котором примут участие более 7,5 тысяч человек из всех регионов России и 25 стран – представители силовых структур, военно-патриотических и исторических клубов, кадетских классов, военных учебных заведений, юно-армейских отрядов. Впервые пройдет техника времен Великой Отечественной войны. Также в программе встречи почетных гостей и участников парада с ветеранами церемония возложения цветов к памятному знаку памяти парада 7 ноября 1941 года – выставка техники. Здесь все участники смогут не только окунуться в эти исторические площадки, увидеть эту технику, но в том числе, конечно, ознакомиться, погрузиться в историю. Будет патриотический концерт, будет полевая кухня. Для всех жителей, для всех гостей города вход и участие в параде всегда является свободным. Для нас это важно. Единственное, конечно, прохождение само, оно регламентируется. Не нужно брать никаких запрещенных предметов. Максимально стараться одеться тепло. Но будет бесплатный чай, будут, естественно, возможности увидеть и как можно ближе познакомиться со всеми регионами, которые приезжают к нам и привозят свои лучшие из лучших парадных расчетов. 3 ноября в Самару доставят чудотворную мироточивую икону «Умягчение злых сердец». Замироточила икона в 1998 году, после того, как во время прославления Блаженной Матроны Московской ее приложили к мощам праведницы. Есть свидетельства, что люди исцелялись от иконы. В столице региона она будет находиться три дня. 3 ноября в Покровском соборе, 4 ноября в Софийском соборе и 5 ноября в храме святых апостолов Петра и Павла. А 6 ноября икону привезут в храм Николая Чудотворца в Новокубышевск. Для всех верующих храмы будут работать до 6 часов вечера. Каждый час будет совершаться молебное пение с акафистом. Действительно помогает людям, у которых в сердце что-то не так. Перед этой иконой молятся люди, которые сами испытывают злобу, чувствуют какую-то обиду, чувствуют какую-то неправду внутри, когда есть родственники, между которыми есть какие-то распри, зло какое-то. Все, кто переживает за себя, за своих родственников, за то, чтобы мир воцарился в сердцах и в семьях. Вот этот год семьи, я думаю, это тоже очень важно. Ее работы побывали на выставках в Японии, Америке, Норвегии, Корее. В Самаре прошла встреча с народным художником России Натальей Мурадовой. О творческом пути художница узнала Елизавета Прокопенкова. Наталья Мурадова – народный художник России. Большую часть своей творческой деятельности посвятила текстильному искусству. Ее работа находится в Третьяковской галерее, в Кремле, в резиденции президента. Около 46 лет Наталья – постоянный участник выставок, проходивших в Америке, Норвегии, Корее и Японии. С Самарой художница познакомилась около 35 лет назад. Создала занавес для Дома культуры Кирова и Дома культуры Металлург. Спустя некоторое время приехала в Тольятти на презентацию книги и там познакомилась со многими художниками региона. У нас возникла и переписка, и взаимное желание, тяготение. Именно в Самаре я почувствовала, что люди хотят послушать, люди хотят общаться. И у меня это вызывает большой интерес и желание что-то донести, то, о чем я думаю, размышляю в своих работах. В этот раз Наталья приехала в Самару на открытие выставки детского творчества «Обретая мастерство». Пригласил ее Владимир Башкиров, директор художественной школы номер два. Владимир – пленарист, пишет пейзажи с натуры в любое время года. Создавал свои картины даже в зимние морозы. С Натальей Владимир познакомился на той самой презентации книги. С тех пор художник хотел ее представить не только ученикам, но и преподавателям своей школы. Моя миссия, я считаю, приглашает таких людей, выдающихся, ярких, реализованных профессий, чтобы вдохновлять преподавателей, учащихся. Такой живой пример. Не когда-то в истории какие-то великие художники, а не сейчас. Наталья Мурадова рассказала собравшимся о своем творческом пути, об источниках своего вдохновения и показала, как выглядит ее мастерская. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. Самара присоединится ко всероссийской акции «Ночь искусств». Она пройдет 4 ноября. Программа, приуроченная ко Дню народного единства, включает мастер-классы, викторины, встречи с творческими людьми. В музее Эльдара Рязанова можно бесплатно посетить мемориальную комнату семьи Рязановых. В музее галереи «Заварка» бесплатно покажут выставку к 90-летию Вагана Каркарьяна. И экспозицию было-не было. Тематические мероприятия готовят и самарские библиотеки. Подробности программ можно просмотреть на сайтах учреждений культуры и в социальных сетях. «Россия единством крепка» под таким названием прошел концерт в Самарском дворце ветеранов. В зале собралось около 70 зрителей. Для них выступали танцевальные и песенные коллективы. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. Надежда Борисова – одна из восьми участниц танцевального коллектива «Ретро стиль». Приходит на все репетиции, шьет костюмы для выступлений своими руками. Танцевать на празднике, посвященном Дню народного единства, во дворце ветеранов для Надежды и остальных участниц коллектива – уже традиция. Нам нравится, что мы людей радуем, видим такие лица восторженные. И нравится, самим нравится, мы как-то, настроение у нас поднимается. Мы много комплиментов получаем и как бы сами прям поднимаемся. Традиционный концерт «Россия единством крепка» проходит во дворце ветеранов ежегодно. В этот раз в зале собралось около 70 человек. Для зрителей выступили как танцевальные, так и песенные коллективы. «Я другой, такой страны не знаю, где такой надежный человек». Помимо концерта, зрители вместе с организаторами вспомнили историю праздника. Красным днем календаря 4 ноября стало в 2005 году. Но свое начало День народного единства берет еще в 1612-м. Тогда Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин возглавили народное ополчение и освободили Москву от польских захватчиков. На нашей сцене мы будем в очередной раз говорить о победах наших предков, о славе нашей великой России, о том, какие замечательные люди живут в нашей стране и как мы гордимся, что мы все россияне. День народного единства объединяет всех россиян. Более 190 национальностей призывает вспомнить историю страны и наших предков. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Психологи, педиатры и психотерапевты бесплатной горячей линии фонда «Женщины за жизнь» помогут подготовиться к рождению малыша и ответят на волнующие вопросы. Обратиться туда могут и тех, кто уже воспитывает детей. По национальному проекту «Демография» в фонде действует программа «Здравствуй, мама». По ней врачей учат этики общения с беременными. Телефон горячей линии публикует телеграм-канал железнодорожного района. В самарском транспорте работает новая система оплаты проезда, напоминает телеграм-канал советского района. Жители региона смогут расплачиваться за проезд по QR-коду с помощью системы быстрых платежей. Для этого в автобусах, троллейбусах и трамваях устанавливаются специальные платежные таблички. В общей сложности планируется оборудовать более тысячи транспортных средств по всему самарскому региону. 23 и 24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов «Друг человека». В программе соревнования и конкурсы, маркет, фото-выставка и другие интерактивные мероприятия. Организаторы покажут 120 кошек и 70 собак из крупнейших приютов Самары. Понравившееся животное можно забрать домой бесплатно. Вход на выставку свободный, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС. В нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»